А вы в курсе, что сразу три города в крае включены в национальный проект безопасные и качественные автомобильные дороги. Это Краснодар, Новороссийск и Сочи. Дороги в этих городах отремонтируют по этой программе в следующем году. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи и края. Ну и сегодня мы поговорим о развитии дорожной сети на Кубани и ремонте дорог. В этом году обновления в регионе ждут более 700 километров автомагистралей и 6 мостов. Смотрим сюжет. Протяженность дорог с твердым покрытием в Краснодарском крае превысила 41,5 тысячу километров. Для сравнения, это больше даже, чем протяженность экватора. Содержание всех трасс и автомагистрали требует немалых денег. Так, в текущем году размер дорожного фонда стал рекордным для региона за все время. Благодаря этому только в Краснодаре отремонтировали 90 километров уличного покрытия. Качественные дороги, еще раз подчеркну, это качественная жизнь. Кто бы что ни говорил. И мы должны сегодня эту качественную жизнь в нашем Краснодарском крае обеспечить. Есть необходимость в татуаре, в освещении. Мы это все в комплексе сегодня создаем. Это вот показатель активности в целом и экономики нашего региона, и возможностей, возможностей, в том числе, возможностей дорожного фонда. Не каждый регион мог бы похвастаться, что у него дорожный фонд на этот год был 28,5 миллиардов рублей. До конца года на Кубани отремонтируют около 720 километров дорог и 6 мостов. В разговоре с руководителями профильных предприятий Венимин Кондратьев обращает их внимание на то, что пора отходить от точечного ремонта и приводить в порядок улицы комплексно, со всей инфраструктурой. Это касается как старых, так и новых магистралей, строительство которых, в том числе, поможет разгрузить города от пробок. Конечно, заторы зависят от множества факторов и не всегда от качества дорог, но закрывать на них глаза будет неправильно. Конечно, пробки – это сегодня бич и Краснодара, и Сочи, и Новороссийской, и многих других наших городов. Но здесь надо в целом в комплексе подходить к решению этих проблем. Мы не можем отстать сегодняшнего дня. Не можем. Значит, нужно находить альтернативные способы, которые позволят все равно эту проблему решать. Надо думать, на самом деле, по альтернативных новых дорогах. Мы сегодня говорим о транспортном кольце вокруг Краснодара. Значит, надо по активности действовать в этом направлении. Уже в стадии реализации в будущем году начнется реализация. Это дальний западный обход. Соответственно, логическим продолжением это будет соединение его с южным обходом. Мы получаем полноценное кольцо вокруг города Краснодара. Это нам позволит, как вы уже отметили, убрать транзитный транспорт с улиц города. В планах еще один масштабный проект – соединить в Краснодаре улицу Тихорецкую с трассой М4 Дон. Кроме этого, в следующем году на Кубани отремонтируют 177 километров дорог. Обновления ждут Краевую столицу, Сочи и Новороссийск. Все три агломерации включены в национальный проект – безопасные качественные автомобильные дороги. Но несмотря на выделенные деньги, встает вопрос о том, кто будет выполнять работы. Кубанские дорожники жалуются на несовершенство закона о госзакупках. Нерадивые участники вышли на торги. Произвело падение на торгах в 30%. Забрали работу на себя. Выполнили ее некачественно. В итоге через подрядную организацию. Не доделали работу до конца, бросили. Их занесли в непорядочные, грубо говоря, поставщики. Они свернули одно предприятие, открыли другое. И на следующий год появились опять на торгах. Только конкуренция позволяет делать качественные дороги. Только конкуренция. Вот здесь давайте предложение. Все люди умные. Соберитесь. Сами обсудите. Мы готовы поддержать любую законодательную инициативу. Но она должна быть очень взвешенной и очень разумной. И любые меры, которые будут связаны с ограничением участников в торгах, они тоже должны быть очень взвешенными и очень аргументированными. Следующий год для дорожной отрасли Кубани обещает быть не менее загруженным, чем 2018. И помимо текущего ремонта магистрали, должно начаться строительство транспортных обходов в станице Ленинградской и Тимошевска. Также по решению правительства России на трассе Краснодар-Славинск-на-Кубани-Тимрюк проведут масштабную реконструкцию. Этот участок включили в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дело в том, что после открытия Крымского моста увеличилась и нагрузка на дорогу от Краснодара до Темрюка. После обновления трассы добраться из краевой столицы до моста можно будет в полтора раза быстрее. На дорогу уйдет чуть меньше двух часов. По сути, строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений. Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 километров, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 миллиардов рублей, неподъемная для бюджета региона. И здесь мы рады поддержке правительства. В Немин Кондратьев считает, что с обновленной трассой появятся и дополнительные точки роста для экономики региона. По пути на Крымский мост будут развивать придорожный сервис для удобства туристов. Прошел госэкспертизу и проект нового Яблановского моста через реку Кубань. Строительство современного дорожного перехода Вениамин Кондратьев обсуждал с главой Адыгеи. Смотрим сюжет. Новая транспортная артерия будет соединять в Краснодарский край с соседней республикой. Возвести мост планируют в районе уже существующей эстакады. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, транспортная инфраструктура – это одна из важных составляющих для дальнейшего развития двух регионов. А нынешний Яблановский мост уже сегодня просто не справляется с нагрузкой. Яблановский мост, который мы сегодня говорим, тоже нуждается не просто в ремонте, а в глубочайшей реконструкции. Это должен быть современный мост, по которому беспрепятственно должен проходить автотранспорт. Беспрепятственно. А не скапливаться с одной или с другой стороны моста. Транспортная инфраструктура – это начало-начал для новых точек роста в различных сферах экономики. Мурат Кондратьев, я еще раз хочу вам сказать слова благодарности, что вы нашли время в своем рабочем графике приехать с рабочим визитом и обсудить ряд проблем, которые уже с бородой, как вам говорится, которым уже не один, даже десяток лет. Но мы с вами находимся на том историческом этапе развития и адыгеи Краснодарского края, где решение выпало на наши с вами плечи. Давайте, на самом деле, я вас максимально здесь поддерживаю. Вот это решение не перекладывает на плечи тех, кто будет после нас. У нас есть сегодня с вами возможность реализовать и сделать. Давайте сделаем. То есть цели, которые интересны и для Краснодарского края, и для республики. И общие проекты, которые мы вместе с вами должны отстоять на федеральном уровне и синхронизировать все наши усилия. Для этого мы сегодня собрались. Если сложим ресурсы и совместно начнем продвигать эти проекты, то результаты будут, мне кажется, быстрее. Для решения многих совместных проблем будет сформирована Краснодарская агломерация. В ее состав войдут Кубанская столица с прилегающими территориями, а также Адыгейст, Тахтамукайский и Чеучешские районы республики. Сегодня мы отчасти одна агломерация. У нас отчасти даже одно энергическое пространство. И проблемы инфраструктурные, которые сегодня и в Краснодарском крае, и в Адыгее, они тоже у нас одни. Мы два разных субъекта, но земля у нас общая. Поэтому давайте и проблемы преодолевать вместе, как настоящие друзья. Чтобы объединить усилия в работе, сразу по нескольким направлениям планируют сформировать Совет Краснодарской экономической зоны. Своего рода это будет единый центр принятия совместных решений. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Строительство почти полусотни объектов инфраструктуры на Кубани вошло в стратегию развития страны до 2025 года. Разработанный документ обозначит приоритеты развития экономики в каждом регионе. Согласно проекту стратегии, на Кубани предусмотрено строительство 44 объектов магистральной инфраструктуры. В частности, двух высокоскоростных ЖД дорог и 12 автомобильных трасс. В их числе юго-западные и дальние обходы Краснодара. Венемин Кондратьев обозначает важность реализации этих проектов для дальнейшего развития края. Также глава региона предложил включить в стратегию строительство автодороги Черниговская-Догомыс. Но в целом в этом году в крае был запланирован ремонт нескольких сот километров дорог, и это только автомагистрали местного значения. На реконструкцию дорог Кубани в этом году выделена небывалая сумма, а на создание современной и комфортной инфраструктуры направлены миллиарды рублей. В планах 2018 года привести в порядок 700 километров автомагистрали местного значения. Субсидии из края получили почти 300 населенных пунктов. В таких масштабах транспортные артерии еще не ремонтировали. Край направил из Дорожного фонда, я, коллеги, подчеркиваю, на муниципальные дороги 7,5 миллиардов рублей. Эти деньги, коллеги, они должны быть трансформированы в качественные или отремонтированные дороги, или вновь построенные. И вот реализация этих денег должна быть видимой для населения. Видим и этот объем, который, еще раз подчеркиваю, финансовых средств, которые на дороге выделяются, и результат. Тогда и настроение людей другое, и отклики, и эффект от нашей работы, коллеги, совсем другой. Сеть автомобильных дорог общего пользования в Краснодарском крае, имеющая протяженность почти 9 тысяч километров, обеспечивает в регионе перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Поэтому без надлежащего уровня обслуживания этих дорог невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижения устойчивого экономического роста. Обеспечение функционирования дорог в регионе эту задачу решает краевая целевая программа развития сети автомобильных дорог Краснодарского края. Ее цели – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автодорог общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения. За счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии муниципальным образованием для софинансирования обновления дорожного полотна. На строительство и ремонт муниципальных дорог край в этом году направил 7,5 миллиардов рублей. Деньги из краевого бюджета получил и город Сочи. Работы проводились по двум программам. Это наша городская программа «Дорожная деятельность», по которой у нас было отремонтировано 57 объектов. И общая площадь ремонта составила у нас более 35 тысяч квадратных метров. Также вторая программа – это у нас программа, по которой у нас активно участвует и в большей степени краевой бюджет, за что здесь большое спасибо Министерству транспорта и дорожного хозяйства. По этой программе у нас общая сумма ремонта в этом году составит 297 миллионов. И это будет у нас, соответственно, отремонтировано по итогу 40 улиц в нашем городе. Напомню, что всегда по краевой программе у нас речь идет о ремонте улицы полностью. Денег достаточно в Дорожном фонде сегодня, чтобы ремонтные работы на дорогах были видевыми и ощутимыми. Здесь тоже должен быть график ремонта дорог в муниципалитетах. Он должен быть прозрачным, понятным и тоже измеряться не в километрах, а в конкретных улицах. И жители того или иного муниципального образования должны контролировать, насколько фактическая ситуация совпадает с графиком, о котором изначально заявил тот или иной глава муниципального образования. Такая практика уже была в прошлом году. Давайте, коллеги, ее просто сохраним. И не только в этом году, но и в последующие годы. Это принципиальное мое требование. Прозрачность и открытость. Надо отметить, что ремонт дорог – это вопрос, с которым достаточно часто обращаются жители региона к главе края на традиционных приемах граждан, на которые в Краснодар приезжают жители региона из различных городов и станиц Кубани. Вот несколько примеров, предлагаю посмотреть. Транспортная артерия, ведущая к станице Ленинградской, уже много лет требует ремонта. Из-за выбоин на полотне к местным жителям отказывается ехать такси. Скорая помощь с трудом пробиралась к больным. На ремонт не хватало средств. Много нареканий мы получаем от скорой помощи, а не от отблежащей к качеству нашей дороги. А такси вызвать совершенно невозможно. Они не берут у нас даже вызовы. Таких улиц мира, к сожалению, в нашем крае, наверное, немало. Я даже убежден. И название-то у нее красивое, светлое, мира. А на самом деле не пройти и не проехать. У меня, в первую очередь, вопрос к коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния, а почему вовремя их не ремонтировать? И тогда мы не будем огромные-огромные деньги тратить уже на капитальный ремонт. А не проще ли просто подходить к текущему ремонту более качественно? И тогда бы мы не допустили такого коллапса. Вот тоже здесь вопрос системного подхода. И своевременно принятые меры дорожника, или кто отвечает за дорожное хозяйство, они бы не привели уже к капитальным ремонтам. Участок улицы мира в станице Ленинградской, который не ремонтировали 20 лет. После приема граждан привели в порядок менее чем за месяц. А жителям Гулькевичей раньше приходилось ежедневно добираться до работы через ямы, колдобины и трещины. Улица Прогресса – одна из центральных. В основном ездить приходилось по Гравейке, а это больше одного километра. О том, что дорогу необходимо отремонтировать, главе региона рассказала местная жительница Евгения Ляшенко. Улица Прогресс является улицей с интенсивным движением. Люди едут на работу, с работы довозят детей. Рядом школа, детские садики. И такая дорога затрудняет, конечно, движение. Вениамин Кондратьев, обратившись к главе Гулькевичского района и заместителю министра транспорта, отметил, что запускать дорогу до такого состояния недопустимо. Тем более, что поток машин увеличивается с каждым годом. И от качества покрытия зависит качество жизни самих людей. Даже когда нагрузка на дорогу увеличивается, это показатель сегодня экономики, в том числе и уровня жизни людей. Потому что если вчера один-два-три автомобиля пробегало, то сегодня они гирлянда едут. Но тем не менее, дорожное хозяйство, дороги не должны отставать от уровня жизни. Вот эта улица, видимо, как была когда-то, так она и остается. Является не улицей, а больше, наверное, полосой препятствий, по которому и дети идут и в школу, и они там пытаются дойти до необходимого места. Можно нам конкретно сказать, когда эта дорога откроется, а это новая дорога, и когда по ней уже поедет транспорт. Я думаю, что к 1 сентября уже дорога будет... 1 сентября 2019 года. На ремонт дороги из краевого и местного бюджета выделили 30 миллионов рублей. Реконструкцию провели в два этапа. Первый участок протяженностью около 500 метров завершат к концу года. Конечно, дороги должны быть не только качественными, но и безопасными. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края направлена не только на повышение надежности функционирования автодорог, но и на повышение безопасности дорожного движения. В целом, обстановка на транспортных артериях региона оставляет желать лучшего. Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству зарегистрированных легковых и грузовых автомобилей. Только за первое полугодие на дорогах региона произошло более 2,5 тысяч аварий. Власти не могут повлиять на причины ДТП. Нужно навести порядок в сфере лицензирования, отмечает Вениамин Кондратьев. Ведь в руках водителей жизни людей. О чем можно сейчас говорить, о каком качестве, в том числе, состоянии его физическом водителя, если на самом деле он может работать там сутками. Я уже не говорю про медосмотр этого водителя, неважно такси или автобуса. Тем не менее, он едет на маршрут, садит пассажиров и спокойно, без всяких препятствий, занимается пассажироперевозкой. Жителей, края, людей мы должны защищать, в том числе и от малого и среднего бизнеса, если сегодня такое у него отношение. Безопасности, в первую очередь, пассажиров, которых они перевозят. И здесь не может никаких быть договоренностей и компромиссов. Жизнь людей, она бесценна. Формальные проверки для галочки. Недопустимы, считает губернатор. Еще большего внимания требуют водители-нелегалы. Только в Краснодаре насчитывается больше 20 тысяч перевозчиков, работающих без лицензии. Действенный инструмент против них – изъятие автомобиля, чем и пользуются госавтоинспекторы. Только за последний месяц проверки на дорогах выявили 4 тысячи нарушителей. На штрафстоянку переехали больше 500 автомобилей. К этой работе нужно подходить системно, акцентирует Вениамин Кондратьев. На развитие транспортной системы Кубани уже второй год выделяют беспрецедентные суммы. Важно, чтобы дороги региона были не только комфортными, но и безопасными. Ну и в завершении нашей программы отмечу, что несмотря на высокое качество автомобильных дорог в Краснодарском крае по сравнению с общероссийским, в регионе проблемы остаются. Это и недостаточная пропускная способность, и низкие характеристики прочности дорог. Но все эти проблемы краевые власти успешно решают. Ведь автодороги обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития муниципальных образований края. Предполагается, что последовательная реализация мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой развития сети автомобильных дорог Краснодарского края, способствует повышению скорости, удобству и безопасности движения на автомобильных дорогах региона, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские перевозки, окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости, позволит добиться конечной цели – повышения качества жизни населения. Ну и на этом все, о чем успели вам рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш край и город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова